Здравствуйте! Небольшое количество энзимного геля наносим на ручку. И распределяем по перчаточной зоне. Энзимный гель является предсывороткой в данной процедуре. Гранулы не имеют абразива, поэтому не травмируют кожу. В состав геля входит экстракт папайи, гибискуса, грейпфрута и ананаса. Далее, самый главный шаг в гиалуроновой терапии – нанесение сыворотки, в состав которой входит также гиалуроновая кислота. Емкость у нас уже с пипеточкой. Распределение достаточно экономичное. Наносим на ручку 4 капельки. И аккуратными движениями распределяем сыворотку. Сыворотка у нас уже работает как мощнейший увлажнитель кожи. Очень заметно разглаживаются морщинки и выравнивается цвет. Для обеспечения кожи иммуностимулирующего и противовоспалительного эффекта мы нанесем маску, в состав которой входит экстракт ламинарии, масло виноградных косточек и масло ши. Небольшое количество маски наносим на ручку. Распределяем легкими массажными движениями. И последний шаг нашей процедуры, а также средство для ежедневного применения вне процедуры. Легкий тающий крем, в состав которого также входит гиалуроновая кислота. Небольшое количество крема мы наносим на ручку. И также распределяем легкими массажными движениями. После данной процедуры гиалуроновой терапии важно дать коже отдохнуть между курсами с гиалуроновой кислотой. Поэтому вашему вниманию я хочу предложить концентрированный увлажняющий гель с витаминами А и Е. И также в состав этого геля входит новая запатентованная формула Акулин 38, которая помогает избавить руки от пабов, павов и моющих средств, которые попадают на кожу ваших прекрасных рук. Увлажняющим гелем можно пользоваться ежедневно после каждого мытья рук. Гранулы у нас раскрываются при распылении. Распределяем также по ручке и уже чувствуется эффект увлажнения и выравнивания. Юлия Романовна, спасибо вам большое. Надеюсь, теперь у наших мастеров не останется вопросов по применению препаратов из серии гиалуроновой терапии. Хотелось бы попросить вас рассказать и о других препаратах, выпускаемых компанией Масура. Конечно, с удовольствием. В следующий раз я вам все продемонстрирую. Будем с нетерпением ждать. И всем большое спасибо за внимание. До новых встреч.